Перчик чили, как у чили. Всех своих коллег по цеху просто отправить в нокаут. Не как у порошка мифа. По крайней мере, аромат будет в празднике вот такой. Всем привет! Меня зовут Ольга Грасс, и сегодня я предлагаю вам немножечко отдохнуть от коллекции компании Амуаш. Мы разберем ее чуть позже. И как можно быстрее приступать к ароматам зимних линейок. Тех ароматов, которые лучше всего носить зимой. Потому что у нас, конечно же, плюсовая температура, и поэтому я тему эту подвигаю как можно дальше. И уже не первую неделю, но где-то уже бушует мороз вовсю. И хочется, конечно, помочь им, потому что пока мы дойдем до нашей зимы, которая, может быть, вообще не придет еще, Туда мы уже опоздаем. Давайте попробуем сегодня разобраться с зимними ароматами. Сегодня коллекция премиальных ароматов. Следующую мы отдадим более дешевому сегменту. Я чем смогу, тем помогу. Поехали! Как я уже и сказала, как только я в голове о себе надумала разбирать данную тему, ароматы захотелось разделить, конечно, на более недорогие и очень дорогие. Потому что, ну, от этого мы никуда не денемся. И, в общем, как-то так всегда выходит. Ароматов очень много. Я сейчас выставляю, их убирала, двигала, перемещала. Сначала было 20 ароматов добавлено, потом я убрала, потом снова. Конечно же, подборку эту зимних ароматов топовых зимних лидеров можно разделить хотя бы на три выпуска. Это точно, потому что я в один не уничтожусь никак. И с чего, в первую очередь, конечно же, хочется начать. Хочется начать о тех ароматах, о которых мы говорили совсем недавно. Скорее всего, если вы смотрели, вы уже их затестили, я хочу дать определенные рекомендации. Конечно же, в первую очередь, если вы уже купили аромат себе, приобрели Rehab, компания Inisho, вот такого плана. И если у вас на улице сейчас зима, мороз, ну хотя бы градусов 5 минус и выше, вот сейчас ему время, вот сейчас пришло время вытащить вот эту коробку. Это потрясающий аромат, подходящий исключительно на холодный промежуток времени. Я о нем уже говорила совсем недавно. Если он у вас есть, доставайте его. Это потрясающий парфюм, называющий восстановление Rehab Inisho. И с ним такая история, что как этот аромат звучит в мороз, никакая сырая погода, никакая осень не раскрывает этот парфюм так потрясающий, как раскрывает его мороз. Если он у вас есть, пользуйтесь им сейчас на здоровье. Это идеально. Это потрясающе, очень красивый, дорогой, роскошный парфюм с великолепным шлейфом, с великолепным звучанием. Он сделает ваши корпоративы, ваши все новогодние праздники вот такими. Ну, по крайней мере, аромат будет в празднике вот такой. Поэтому я хочу первым делом показать его. Мы его убираем, потому что и долго о нем не задерживаемся. Мы о нем уже говорили неоднократно. Следом еще такая небольшая поправка. Перед тем, как мы перейдем к другим ароматам, о которых я вам расскажу подробно. Мы недавно разобрали парфюм, который называется Мифы. Мифы женские и мифы мужские. Вот такого плана. Это компания Moage. Доставайте его. Если он у вас есть и у вас за окном мороз, доставайте их. Мех. Шерстяные изделия. Шарфы шерстяные, свитер. Ему время. Ему пришло время. Он будет потрясающе звучать. Будет такая морозная, свежесть, стильная. Не как у порошка Мифа. Здесь дорогой, роскошный шлейф от их компоновок. Как от женской, так и от мужской. И ему абсолютное время. Так что убираем их по-быстрому и переходим к другим ароматам. Следом я хочу вам показать ароматы, которые являются для меня зимней классикой. Которые совершенно не новинки, но они уже давным-давно завоевали мое сердце. С чистой душой рекомендую всегда. Сама ношу с удовольствием. Хочу показать сегодня их вам. Первым в этом списке, конечно же, хочу отдать место первой, может быть, ну, нет, не лидирующей, но уважение ему, почет аромату Дициана Торрентия, который называется Химера. Вот так он выглядит. Вот такой короб свечащийся, потрясающе красивый. Все это так здорово, стильно, как для подарка, так и для, опять же, повторюсь, собственной распаковки. Это всегда очень приятно. Что хочу сказать об этом аромате. Аромат никакая не новинка, конечно же. Этот аромат 2019 года, а так, Химера поступила на рынок, который переполнен был и так всякими излишками в 2014 году. Ну и свое почетное место занял, безусловно, как и гумин. Этот аромат рекомендован к использованию как мужчинам, так и женщинам. Является унисексом, но чаще всего я, конечно же, встречаю его на мужчинах. И как по мне, так правильно. Но все разные, кожа у всех, соответственно, разная. И этот аромат, конечно же, могут с удовольствием носить и женщины. Но я бы дала, если вы пробуете его в первый раз, я бы дала определенную рекомендацию, конечно же, по большей степени отдать его мужчинам. Что хочется сказать, ну, о конкретных характеристиках о нем? Перчик чили, как у чили. В общем, здесь вот эта компоновка специй, трав, полевых трав, перца, кожи, ну, классно. При холодной погоде, при прогреве на коже хочется бежать за ним, хочется его ловить, хочется его чувствовать. Но он дает такую грубоватую основу, поэтому я его все-таки порекомендовала сразу мужчинам. Но комбинация в нем невероятная. Шлейф от него потрясающий, компоновка чудесная внутри. Заполняет он собой пространство, и его хочется чувствовать, слышать и им дышать. Он страстный, стильный, мачо, однозначно. Ну и, конечно же, особо, но, опять же, если вы подобные ароматы любите. Я сейчас, конечно же, хочу первым делом посоветовать его на зиму, потому что летом это неносибельно. Ну, плюс-минус, конечно, неносибельно. Есть экстремалы всегда и везде, но давайте сейчас не о них. Но аромат очень достойный, я его очень рекомендую, попробуйте его точно. Следующим ароматом, который хочется мне тоже показать вам, посоветовать его, порекомендовать на холодный промежуток времени, попробуйте его в первую очередь. Вот так он выглядит. А называется он Арабески Бекара. Что у нас с ним? А с ним у нас все чудесно. А насколько чудесно, сейчас объясню. Когда вы наносите данную композицию, вы чувствуете очень роскошный аромат. Техучий, невероятно вкусный, притягательный. Ну, находка зимы, хочется произнести такие слова. Ну, по крайней мере, они у меня пришли в голову, когда я слышала данный аромат в первый раз. Это находка зимы, в его составе гранат, специи и кожа. Это безумно красиво, соблазнительно и роскошно на зиму. Это как, знаете, как запах дорогой кожи, который к себе безумно тянет, манит и завораживает. Ну, находка зимы, я ее назвала, и я ее продолжаю так называть, как только наступает холодная погода. Я пока еще ей не пользуюсь, потому что у нас ее погоды холодной пока нет, как таковой. Но на морозе это прям бомба. Это шедевр, это красиво, шикарно. И сказать что-то плохо, ну, нет. Это красивый, потрясающий парфюм. Подойдет как мужчинам, так и женщинам. Конечно же, наносите за тест, делайте обязательно на себе. Но не влюбиться в него получится мало у кого. Ну, скажем так. Поехали дальше. Сейчас речь пойдет об аромате компании Blend Wood. Вот так выглядит коробка. Аромат называется Bark. Вот так он выглядит. Я не помню, показывала я вам его или нет. Но хочу показать и немножечко поподробнее рассказать о данном парфюме, потому что он очень достоин внимания. По какой причине? Сейчас объясню. Аромат Bark, по моему мнению, является одним из самых лучших ароматов. И на сегодняшний день он не стал последним айфоном среди парфюмерии, только потому что его красивое, дорогое звучание начинается примерно часа через два носки. Из-за этого у нас российский менталитет такой, что подавай нам все и сразу, немедленно и сюда, даже если вам это нафиг не нужно и так далее. К сожалению или к счастью, опять же, это так. И все хотят, чтобы все и сразу, все и сразу здесь не выходит. Здесь нужно два часа изнурительных выжиданий и, в общем, когда он раскрывается на коже, аромат безумно красивый. Дабы, чтобы заявить о себе и сказать, ну, посмотрите, какой я чудесный, посмотрите, какой я красавчик, два часа времени. А за два часа времени все уже забывают просто, что там выносилось и где он был и куда он там делся. Даже если кого-то там зацепил аромат, пока вспомнишь, что это было все. То есть ушли, забыли, поэтому вот этого красавца нашего оценили не по достоинству. Он очень достойный, он очень красивый и единственное требование, конечно же, это два часа носки. Но требование, я понимаю, немаленькое, поэтому хотите найти парфюм, который будет являться любимым? Ну, сто процентов он будет являться любимым зимой, это точно. Но ждите его. И когда вы его дождетесь, деревяшки, амбра, кожа, корица, такой густой, вкусный, дорогой, потрясающая стойкость у него невероятная, компоновка чудесная, такой сложенный, грамотный состав. И мне вот очень всегда обидно за такие моменты, когда парфюм выбрасывается, ну, куда-то подальше, тот, который реально достойный. Вот этот парфюм реально достойный. Пробуйте его, попробуйте его обязательно. Поехали дальше. Сейчас хочу познакомить вас с ароматом компании Франко Бакле, который производит наш любимый кокаин, который я вам показывала до. В их коллекции есть еще один аромат, который называется сахар. Этот аромат роскошно подходит для зимы. Это пудровый фруктово-карамельный парфюм, которым можно пользоваться исключительно только зимой. Если вы будете пользоваться данной композицией летом, ну, это будет приравниваться примерно как, ну, как, как пуля в весу в бане. Почему пуля? Не знаю, сама почему пуля. В общем, почему в бане, наверное. В общем, он убийственный. И почему в бане? Потому что он вас задушит сто процентов. Если вы будете носить этот аромат летом, это вот будет пуля в бане, в весу. И не более того. Как только начинается мороз, воздух становится холодным, эта композиция начинает звучать совершенно иначе. Она пахнет сахаром и сигаретами, сигарами. Вот такой компоновкой изначально. Потом в это всё сумасшествие в виде сахара и сигар вступает такая карамельно-пудровая, кокосовая густота. Назовём её так. А следом добавляются ягоды. И всё это на холодном воздухе очень грамотно, очень вкусно, очень нежно, соблазнительно, очень носибельно. И хочется его, ну, слышать, слышать и слышать. Но минус 2 и ниже температура должна упасть. И тогда сахар, вот так уж и сахар, не уступит кокаину, не уступит многим их композициям, которые очень достойные, очень нашумевшие. И это очень красиво. Попробуйте его однозначно зимой. И, ну, может быть, самым любимым станет, безусловно. А завершит нашу сегодняшнюю подборку аромат, который я считаю самым лучшим на сегодняшний день из того, что стоит на этом столе парфюмом зимним, да и вообще. Аромат компании Видео. Я уже упоминала эту марку. В их коллекции есть Лондон, Хилии, очень замечательные ароматы, ну, то есть у каждого там своя фишка, назовем их так. Ароматы Лива – это бесспорный зимний лидер из, может быть, всей моей коллекции. Сейчас делюсь с вами таким секретом, опять же, хочу показать парфюм, который является бесспорным лидером. Сейчас наступила зима. И, по сути, выбирать много можно из чего. Попробуйте обязательно этот аромат. Аромат невероятный. Аромат сложен, стойкость, грамотность в нем, ну, это выше всех похвал. Это теплый, пряный, амброво-древесный парфюм, который всех своих коллег по цеху просто отправит в нокаут. Шафран, сандал, такая густота невероятная, такой невероятный шлейф. В нем такая умная мысль заложена, которую, если вы поймаете, почувствуете, продуманность вот здесь такая невероятная, он потрясающий. Аромат просто потрясающий. Этот аромат ставится на одну линейку и сравнивается с парфюмами, такими как Аквадепарма Уд, с такими ароматами, как Бакарат 540 Майсина Куржана, с таким парфюмом, как Иниша Уд для величия, и ароматом, которым называется Ночь у компании Ксиро, это безусловные лидеры, и этот аромат стоит с ними в одной компоновке. Он подойдет восточным мужчинам и будет с них звучать роскошно, невероятно, притягательно и соблазнительно, и неповторимо, это точно. Подойдет женщинам, которые любят гурманские такие замашки, любят выглядеть максимально круто, я бы так сказала. Почему аромат подходит как женщинам, так и мужчинам? Потому что комбинация кожи женская, она его смягчает, мужская комбинация его немного грубит. И аромат как с мужчин, так и с женщин. Фантастика просто. И если он на вас раскроется грамотно, и если он на вас раскроется красиво, то вот этот солдат отправит вот этих ребят курить за гаражи, понимаете? А это лидеры, а это лидеры, бесспорные лидеры. И с ними тягаться рядом, ну, не каждый сможет. Да даже не каждый задастся целью, кстати, на одну линию с этими ароматами. Он встанет и может быть даже пододвинет. Поэтому это, конечно же, стоит внимания. Он, безусловно, стоит внимания. Как только наступит мороз в нашем регионе, этот аромат будет на мне сразу, 100%. Я его очень рекомендую. Попробуйте. Ну, в общем, как-то так. С вами была Ольга Грасс. Я надеюсь, вам было интересно. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok